Ну представьте себе, когда моя дочка еще маленькая несколько лет назад, ну сейчас она уже постарше, говорит, папа, я хочу там какую-нибудь сказочку. Вот для того, чтобы дойти до этой сказочки по ссылкам, нужно еще пять порно-сайтов пройти. То есть ты идешь, а справа-слева уже там, о, и там все эти идут дела. Ну, мне говорят, надо какие-то фильтры ставить. Но почему я должен, оберегая своего ребенка, каждый день там проверять и выдумывать какие-то фильтры? Почему государство не может один фильтр поставить, что если у вас всплывают вот эти окна и там, или это на вашем сайте, да, ну к чертям такой сайт вообще нужен. Значит, сделайте, очистите от грязи, защитите наших детей. Вот все, конечно, банально сравнивать там с советским периодом, конечно. Ну потому что все начинают там, в советском периоде было столько вообще плохого и отвратительного, и не было никакой свободы, что это все развалилось в конце концов. А сейчас другой перегиб. Поэтому сравнивая все-таки с тем периодом, можно сказать, что все-таки вечером не так страшно было ходить. Вот. Нам в глаза и в уши не втыкали вот эти вот все порнографии, порнуха, хотя все это было. Счастье было в стране. Мы это знаем. Вот. Вот. Но сейчас, конечно, переборы по многим моментам. Более того, огромное количество сайтов и, значит, видеороликов каких-то, где просто чистое пособие по терроризму, там, педофилия, наркомания и так далее, и так далее, все можно найти, но это надо фильтровать. Нельзя так делать. Я считаю, вообще, да, в соцсетях нужно сделать так, чтобы было ясно, кто это. Не какие-то безликие, там, ники. Чтобы можно посмотреть, кто это. Кто это ругает тебя? Кому дать в морду, например? Так же нельзя. Из-под тишка тебя там обливает грязью. То есть надо посмотреть хотя бы, что за люди это. Что это за люди? То есть надо ограничить вот эту историю, потому что это порождает целое подпольное течение всякой грязи. Это неправильно.